Продолжение следует... Фейсбук поместил в моей встрече с Арней и Эмми Минделл. Итак, как меня слышно? Дайте знать, те, кто уже присоединился. Помахайте или каким-то другим способом. Всё ли в эфире? Всё ли слышно? Всё ли воспринимается нормально? Давайте некоторое время подождём соединение. Сегодня, как правило, это несколько минут, когда люди подключаются. По Москве сейчас 19.00, 7 вечера. Я веду эфир из Черногории. Мы здесь отдыхаем. Некоторое время готовим новые программы. Так что приветствую вас всех отсюда. На предыдущих трансляциях, посвящённых моим встречам, моим отношениям с основателями главных школ духовно-ориентированной психологии и психотерапии Станиславом и Кристиной Гров, это первый эфир серии «Встречи с замечательными людьми», это Арния Минделл, второй эфир из серии «Встречи с замечательными людьми». Я рассказывал вам, как я с ними встретился, как я с ними познакомился, с их идеями, и почему мне было суждено стать проводником, ну, своего рода, дверями Грофа, Минделла в российскую реалии, в российскую культуру, издавать их книги, много лет очень тесно общаться, организовывать их семинары, дружить. С Кеном Вилбером совершенно особая история, потому что я встретился с ним намного позже, нежели я встретился с Станиславом и Кристиной Гроф, и Арния и Эмми Минделл. Как вы помните, лично я встретился с Грофами в 1989 году, когда они приехали в Москву и провели семинар по холотропному дыханию, а с Минделлами я познакомился летом 1990 года в институте СЛН. Хотя книги Кена Вилбера и вообще работы его я узнал достаточно рано, в начале 80-х годов, первоначально я увидел его статьи в журнале «Трансперсональные психологии». Он тогда еще не был каким-то особым интегральным мыслителем, не отделялся от трансперсональной психологии, дружил с Станом Грофом, особенно дружил с Роджером Уолшем и Фрэнсис Войн, и они сейчас очень близкие друзья. И тогда, в 1977 году, Кен Вилбер написал свою первую книжку «Спектр сознания». Ему было всего 23 года. Ну, совершенно молодой человек, выпускник института Малакасов с по нынешним меркам, Кен Вилбер, который родился 30-го, по-моему, января 1949 года, в семье военного летчика, поступил в университет на биофизику, но не стал заканчивать это образование, поскольку его жизнь, его ум, его интерес лежал уже в области развития человека. Он зачитывался работами по классической европейской философии, работами по трансперсональной психологии, работами Шри Орабинда. И в своей первой книжке он пытался синтегрировать все свои знания и представил целостный взгляд на развитие человека. Мне книга Кен Вилбера, вторая книга «Ноу Бандери. Никаких границ» попала в 1982 году через знакомых американцев. И я был потрясен, конечно. Прочтя эту, в общем-то, небольшую книжку, я, будучи тогда аспирантом Института философии, испытал необычайный подъем и какой-то новый взгляд на всю трансперсональную психологию. Я уже был достаточно хорошо знаком с современной философией, с книжками Грофа. Но книга Кена Вилбера взбодрила меня, потому что в этой книге присутствовало очень точное, уместное и зоркое развлечение. Сейчас у меня какая-то проблема со связью с... Я немножко извиняюсь. Маленькая проблема со связью. Видимо, не очень хорошо работает интернет здесь, в Черногории. И поэтому связь пропадает, конечно. Это печально, но ничего не поделаешь. Приходится исходить из того, что есть. Сейчас я обратно подключу прямой эфир через Инстаграм. Посмотрим, как сейчас соединится. Если будет плохой прямой эфир, я параллельно записываю то, что я вам сейчас рассказываю. И эту запись я выложу в Фейсбуке. Так что не волнуйтесь, что если связь будет пропадать, и вы что-то упустите. Вот, к сожалению, в Инстаграме связь очень плохая. Сейчас я еще раз проверю, в чем там дело. Может быть, я сумею в Инстаграме переключить на другое соединение. Сейчас я извиняюсь. Немножко нужно попробовать. Вполне возможно, что удастся настроиться и исправить ситуацию. Итак, я пробую выйти в Инстаграм сейчас через другой телефон. Ну вот, я в прямом эфире. Я извиняюсь всех тех, кто был со мной в Инстаграме за... Ага, сейчас, одну минуточку, да. Я извиняюсь за прерыв трансляции. Это связано с не очень хорошей связью с интернетом в Черногорье, где я сейчас нахожусь. К сожалению, не все получается гладко. Но, по-моему, прямой эфир в Фейсбуке идет, не прерываясь, поэтому я буду продолжать. Спасибо, Саша Странник, Валентина Березиновой здесь. Ну, а также здесь. Я приветствую всех, кто снова соединился в Инстаграме. Сегодня речь идет о моих знакомствах и моих контактах, моем изучении трудов и работ Кеновилбера. Как я с ним познакомился, как я встретился, как менялись мои взгляды, мои отношения, что я получил от знакомства с интегральным подходом. Итак, я рассказывал о том, что первая книжка Кена Вилбера, которая попала ко мне в 1982 году, это была книга «Ноу Бандери. Никаких границ». И вот она, в отличие от небольших статей, которые до этого я смотрел в журнале «Трансперсональная психология», где печатался Кен, она дала большую панораму взглядов Кена Вилбера, и из нее я впервые увидел чрезвычайную продуктивность развлечения, привнесенного в нем. Вот острота, внимательность, точность, способность видеть больше градаций по сравнению со всеми другими традиционными подходами, дала нам совершенно новый инструментарий. И хотя, конечно, эта книга, как сам Кен Вилбер рассказывает, они относятся к первому романтическому периоду его творчества, Вилбер-1, за которым последовал Вилбер-2, эволюционный период, Вилбер-3, где он набирал силу, наконец, Вилбер-4, интегральный, и Вилбер-5, это уже совершенный, современный Вилбер, все квадранты, все уровни, все включающие Кен Вилбер. Тем не менее, даже вот в этой книжке романтического периода присутствует ряд фундаментальных качеств, которые помогают нам по-новому посмотреть на ситуацию человеческого развития. Ну, в частности, Кен Вилбер дал прекрасное развлечение между дорациональным, рациональным и пострациональным уровнем, между телесной терапией, терапией, работающей с личностью, и терапией трансперсональной. И показал сущность на отличие, например, биоэнергетики юнгианского и транспарсонального подхода, и транзакционного анализа, или гештальта. Это было очень важным различием. И поэтому, с точки зрения Кен Вилбера, вопрос состоит не в том, что лучше вообще гештальт, телесно-ориентированная терапия, трансакционный анализ или транспарсональная психотерапия, а в том, для каких задач для данного конкретного человека лучше или хуже та или иная школа, поскольку они все ориентированы на определенную задачу, на определенный уровень работы в классификации Кена Вилбера. Когда я стал издателем, конечно же, я не применил издать первую прочитанную книжку Кена Вилберни, «Какие границы». Она была издана в России в 1998 году и, в общем-то, стала бестселлером. Люди ее с большим интересом читали, несколько раз мы ее переиздавали, ну и Кен Вилберни стоял на месте. У него был очень сложный период в жизни, когда тяжело умирала его жена. Вместе со своей женой они были практиками тибетского буддизма и очень скоро после свадьбы у нее обнаружили рак и последующие 10 лет Кен Вилбер практически ничего не писал. До этого он выпускал, ну, фактически по книге каждый год и был, наверное, самым продуктивным писателем в области транспарсональной психологии. Тогда он принадлежал к этому направлению. Но это не было его основной работой. Основной работой была работа мойщика посуды в ресторане. На этом он жил. Книги он писал в свободное время. Они его вот в то время еще не кормили. Это было его хобби. Десять лет продолжалось это вот молчание. Десять лет Вилбер не выпускал книг. И только после смерти жены он описал эту жизнь, борьбу совместную за ее здоровье, за ее жизнь. И эта книга о стойкости и благодать, посвященная его жене, наверное, самая любимая и самая издаваемая, самая известная книга Кеннавилбера во всем мире. Это одновременный подвиг любви и такой рассказ о духовном союзе. Последующую Вилбериану в России я продолжил с издания книжки «Око духа» 2002 год. Эта книга уже из интегрального периода Кеннавилбера и она состоит из статей, посвященных различным аспектам интегрального видения, завершенного, совершенного интегрального видения, которое началось с публикации книги «Полэкология и духовность» в 1996 году в Соединенных Штатах. Это первое серьезное всеобъемлющее изложение интегрального подхода. Громадная книга, почти 900 страниц. Я хотел ее издать и даже организовал перевод этой книги, но не хватило ресурсов. И я передал этот перевод Евгению Пустошкину и надеюсь, что в этом или в следующем году книга увидит свет. В конце концов, под редакцией Жени, который сейчас самый опытный издатель Кена Вилбера, переводчик многих его книг. В следующем году я издал сразу три книги Кена Вилбера. Это проект «Атман», относящийся ко второму эволюционному периоду Кена Вилбера, интегральной психологии четвертого периода и «Один вкус». Это собственно дневник Кена Вилбера. Это книга из пятого периода. И ценность этой книги во-первых стоит в том, что это его дневник, который он записывал на протяжении года. Его друг Самойль Бергольц, владелец издательства Шамбала, дал ему колоссальный грант, колоссальный гонорар, миллион долларов за тем, чтобы Кен Вилбер занимался единственной работой, писал дневник. И с моей точки зрения эта книга является чрезвычайно важным документальным документом, описывающим лабораторию Кен Вилбера. Во-первых, это его жизнь, это его открытие, это его интересы, и это очень сущностное, краткое, но чрезвычайно сконцентрированное изложение его основных идей. книги. Это своего рода автореферат его главных работ до 2004 года. И также в одном моменте книги, во второй половине, Вилбер описывает свой собственный опыт расширенного состояния сознания и, по сути, просветления. Я спрашивал об этом в 2004 году, когда впервые лично познакомился с Кеном Вилбером в декабре 2004 года, а также в 2009 году, когда я брал нет, извините, в 2014 году, когда я был у Кена Вилбера дома и брал у него интервью, фрагменты которого вошли в два моих фильма «Танец бесконечности» и «Инструменты эволюции». Это было незабываемое интервью, оно продолжалось почти три часа, и Вилбер очень щедро поделился своей мудростью, своими знаниями, рассказал обо всех своих открытиях, отвечал на все мои вопросы, включая, может быть, не очень уместные и глупые вопросы, то есть очень щедро поделился итогом своих открытий своей жизни. Я надеюсь когда-нибудь полностью опубликовать это интервью в форме книги моих интервью, я готовлю сейчас эту книгу, например, 34 интервью, которые вошли в фильм «Танец бесконечности», 20 интервью, которые вошли в фильм «Инструменты эволюции». Это очень интересная запись о великих революционерах в современной психологии, психотерапии, духовных традициях, искусстве, рассказанная, собственно говоря, ими самими. И важнейшее место здесь занимает конечно большое интервью с Кеном Вилбером. Итак, я выполнил свою роль привратника, как в случае с Станиславом Грофом и Арни и Эми Минделл, открыл дорогу в Россию этим автором. Российский читатель смог познакомиться на русском языке с работами Кена Вилбера. Возникла волна мощная интегрального движения. В России большой-большой-большой интерес. Возникли группы, изучающие опубликованную работу, а также те, кто свободно владел английским языком и имел доступ к книгам, стали читать новые книги Вилбера на английском. Возник Московский интегральный клуб на основе Центра Открытый Мир Максим Голубь. Возникло интегральное движение в Санкт-Петербурге, где лидер Евгений Пустошкин вскоре он организовал интегральный портал Эрос и Космос, где стал публиковать множество новостей из интегрального мира, интегрального движения, стал участвовать в интегральных европейских конференциях, приносить многочисленные весточки оттуда. В Одессе возник интегральный портал под руководством Олега Ленецкого, который был виднейшим интегральщиком на Украине. И вот в ранний период, когда интегралпортал.ру только начиналось, там было колоссальное количество материалов, колоссальное количество интервью Кена Вилбера, его бесед с разными интересными людьми, переводы различных материалов, статей, то есть очень-очень много интересных материалов. В Санкт-Петербурге также кружок Тани Гинсбург, ее друзей, они также активно занимались интегральным подходом. А в Москве возник также сайт ipractic.ru, который сделал мой студент из Московского Института психоанализа и также с моих семинаров Дмитрий Баранов. Вот так что началось после первой волны. Я издал книги Кена Вилбера и началась вторая волна, которая расширилась необычайно, охватила и Украину, и Россию, и ключевые города, возникло колоссальное количество людей, которые стали интересоваться интегральным подходом и достаточно быстро стали проявляться сильные лидеры интегрального подхода. В России существовала и своя очень богатая почва для интегрального подхода, но прежде всего это российская интегральная традиция, философия всеединства Владимира Соловьева, его последователей, русская философская школа по большому счету. Кроме того, у нас существовало движение, которое называется русский космизм. Это не только философ Николай Николаевич Федоров, основатель этого движения, но и его последователи, такие как Константин Циолковский, академик Вернацкий, Чижевский, Бердяев, философ и ряд других очень интересных мыслителей. И это своего рода интегральный российский научный подход. Я помню высказывание, заметку Фритива Каппра, одного из известнейших последователей духовно-ориентированных движений на Западе человека, который написал такие книги как Дао-физики, например, где представил параллели между восточной мудростью и современной наукой. Так вот, Кен Вилбер после лекции и бесед в Москве, я приглашал его в 90-е годы, сказал, что то, что у нас на Западе, в Соединенных Штатах называется новой наукой у вас в России, является мейнстрим, основной, главной наукой, академической наукой. То есть, по впечатлению Фритива Каппра российское сознание, российский менталитет, российский способ подхода к жизни намного более интегрален. Наверное, поэтому не случайно, что интегральное движение настолько сильно откликается в нас, и Кен Вилбер оказался конгениален российскому складу сознания, российскому менталитету и является сейчас чрезвычайно популярным. Моя личная встреча с Кеном Вилбером состоялась в 2004 году, когда я волью случая и отчасти по блату попал на второй мировой семинар по интегральным практикам жизни. Я очень хотел попасть на этот семинар после того, как узнал о первом семинаре и о его программе. Дело в том, что в конце 90-х годов популярность Вилбера и в Америке, и в целом в западных странах стала чрезвычайно высокой. Вилбер был переведен на более чем 20 языков и стал наверное самым переводимым американским философом среди всех американских философов. И в конце 90-х годов он получил очень серьезную поддержку. Один американский миллиардер дал ему порядка 500 миллионов долларов на развитие интегрального движения. Кен Вилбер организовал интегральный институт, в который вошли порядка 400 членов крупнейших исследователей из разных направлений со всего мира. Я помню, я с упоением читал список бот-мембер, основателей этого института, программы исследования института. И когда институт начал работать, первый семинар по интегральным практикам жизни, я, конечно, стал исследовать все возможности попасть на этот семинар. Семинар был очень дорогой. Шесть дней самого семинара стоили 5000 долларов. Это очень большие суммы, и ничего подобного на Западе или в той же Америке среди семинаров, связанных с личностным ростом, тогда не было по уровню цен. Но мне повезло заручиться поддержкой близкого друга Кена Вилбера Роджа Воша, который замолвил обо мне словечко. И в итоге я получил грант на бесплатное участие на этом семинаре. Мне нужно было найти деньги только на дорогу и на гостиницу. Так я оказался среди участников этого семинара. Было порядка 60 человек, и из них двое человек были по гранту. И я никогда не забуду начало семинара и первое появление команды и первую встречу с Кеном Вилбером. Ну, вообще было порядка 20 преподавателей. Один, ну, как считается, просветленный мастер дзен Генпо Раши. И Генпо Раши сам проводил с нами семинар Биг Майн Биг Хат Большой Им Большое Сердце, который поразил меня, потому что в течение трех часов мы все, и я тоже, все участники, пережили очень высокое состояние сознания, и я был потрясен, познакомился с Генпо Раши, и потом по возвращению рассказал об этом семинаре, о процессе Большой Им Большое Сердце, и провел на своем семинаре для участников этот процесс. И удивительно, тоже был очень хороший результат. И этот семинар сейчас проводят многие интегральщики, включая Дима Баранов, так что вы сможете с ним познакомиться, если захотите. Ну вот, мне было суждено первым представить этот семинар в России. Еще меня чрезвычайно порадовала вся программа интегральных практик жизни, которая основана на интегральном подходе Кена Вилбера к человеку и к его развитию, к развитию тела, к развитию ума, это вторая практика, к развитию духа, медитации, и к развитию души. Это то, что называется интегральной психотерапией. Так что Кен Вилбер ну чрезвычайно порадовал и воодушевил меня этим семинаром. Первая встреча с ним состоялась на его мастер-классе трижды за время шестидневого семинара каждый раз по три часа Кен Вилбер выступал перед участниками семинара и долго, больше часа отвечал на наши вопросы. Я никогда не забуду первое впечатление отличной встречи, ощущение необычайной ясности. Несмотря на достаточно сложный философский язык Кена Вилбера, я был поражен ясностью, я был поражен тому, что я все понимаю и по своему предшествующему опыту я знал, что вот такого рода состояние ясности возникает у меня с теми людьми, которые сами отличаются необыкновенным качеством ясности. Станислав Гров, Мираб Мордашвили, Чагьял Намхай Нарбу вот это те немногие люди, с которыми я испытывал подобное состояние необычайной ясности, точности, выдушевленности и вот то же самое состояние я испытал при первой встрече с Кеном Вилбером. Честно говоря, меня это и порадовало, и поразило, потому что мое впечатление о Кене Вилбере, исходящее из книг и некоторых видео, стояло в том, что он является безусловно чрезвычайно талантливым, очень умным человеком, но слишком интеллектуальным. А тут я встретился с абсолютно живым, сильным, атлетически сложенным человеком, раскрепощенным, играющим, с прекрасным чувством юмора. И он сам являлся примером плодов интегрального подхода и интегральных практик жизни. И было чрезвычайно приятно также то, что он находится в великолепной форме и оправился от достаточно тяжелой ситуации со здоровьем, которая была с ним несколько лет до этого. Врачи проглядели аутоиммунную болезнь Укина-Вилбера, а также симптомы эпилепсии. И не принимая никакие препятствующие эпилептическим приступам лекарства, Кен Вилбер попал в большой эпилептический припадок, в эпилептический статус, едва не умер, очень сильно покалечился, разбился и достаточно долго восстанавливался вот этой ситуации, которая произошла, как я повторяю, в результате врачебной ошибки. И вот через несколько лет я увидел сияющего, сильного, источающего свет, можно сказать, чувства юмора, делящегося щедро своими знаниями Кена Вилбера. И вся структура семинара и все поддерживающие преподаватели из его команды, они тоже несли очень важные вещи. Роджер Волж, например, ближайший друг Кена Вилбера, один из преподавателей. Другой преподаватель, у меня сейчас вылетело его имя, это главный тренер голливудских звезд по фитнесу. Он преподавал нам интегральный фитнес. И я впервые узнал, что главное при работе с телом не количество подходов, не какие-то, а специфика, особенность упражнений, а присутствие в физических упражнениях. Можно сделать в 10 раз меньше, но полностью присутствовать во всех упражнениях и будет намного больше результат. Так что я очень много подчеркнул из этого семинара, дух семинара, дух интегрального подхода и по возвращении в Россию. На ближайшем семинаре я поделился своими впечатлениями и также много рассказывал людям в интервью о личных впечатлениях от интегрального подхода, интегральных практик жизни и киновилбера. И может быть это также повлияло на моих студентов, моих учеников и пошла вторая волна интереса, как я сказал, появились очень сильные российские лидеры, великолепнейшие переводы и в настоящее время мы наблюдаем конечно рассвет интегрального движения в России. Моя следующая, последняя встреча с Кином Вильбером произошла у него дома в Денвере, штат Болдер, на верхнем этаже Пентхауза, где он живет, в центре Болдера. И ее мне помог организовать его секретарь, с которым я до этого познакомился в Москве. Они приезжали по приглашению Димы Барановой, проводили семинар в одном из московских центров. Он как раз и посодействовал организации моего интервью с Кином Вильбером. И во время моей поездки 2014 года в Штаты я слетал в Болдер для того, чтобы взять у Кена интервью. И опять-таки должен сказать, что это было потрясающая личная встреча. Кен Вильбер очаровал своим присутствием, своим естеством, своей благорасположенностью, своей ясностью, своей щедростью. И в мои фильмы «Танец бесконечности» и «Инструменты эволюции» вошли многие очень важные, я бы сказал, драгоценные кусочки из этого интервью. Кстати, вы можете посмотреть два больших фрагмента из этого интервью на моем канале «Трансперсональный проект» в Ютубе. они были опубликованы как две программы у истоков беседы с Кеном Вилбером об интегральном подходе. Это примерно одна треть от большого интервью, но тем не менее это лучше, чем ничего. Так что через страничку «Трансперсонал.ру» вы можете выйти на страничку, где ссылочки на 20 моих интервью, которые вышли в программе «У истоков». Там два интервью с Минделлами, два интервью с Грофом и два интервью с Кеном Вилбером. В настоящее время Кен Вилбер является одним из трендов и интегральный подход в России. Я думаю, что это связано прежде всего с тем, что, как никто другой, Кен проиллюстрировал в действии, в гуманитарных дисциплинах работу различающей мудрости. Он сам является буддистским практиком на протяжении более чем 45 лет. Первые 15 лет он занимался дзен-буддизмом, а все последующее время он занимается тибетским буддизмом, в особенности традициями дзокчен и махамудра. Это вершина тибетского буддизма. И дзен, и дзокчен, и махамудра принадлежат большой колеснице Махаяне и Ваджраяне. У истоков большой колесницы работы Нагарджуни, великого буддистского мастера, которого в буддистской традиции называют вторым Буддой. И именно Нагарджуна показал, что в основе самого быстрого пути к просветлению находится серединный путь. Быть в центре, избегать крайностей, различать, выходить за пределы ограничений. Вот суть квинтэссенция серединного пути Нагарджуна. И я думаю, что в основе интегрального подхода Кеновилбора лежит Тетралема Нагарджуна, как все включающие развлечения, избегание каких бы то ни было односторонностей, включение всего и вся, рассмотрение всех возможных перспектив. Это суть, это сердце интегрального подхода, это то, что на сущностном уровне привнес гуманитарное познание, а также в практику человеческого развития Кен Вилбор. И я думаю, что вот за спиной Кена Вилбора мы можем увидеть Нагарджуна, а также бодхисатву различающей мудрости Манджущри. И если посмотреть на те великие фигуры, которые находятся за спиной Минделл, то там, я думаю, где-то Лаоцзи и Джоанзи, мастера даосизма, а также древние шаманы, ну, где-то танцующие Шивана, на первом плане, конечно, великие даосские мастера. А за спиной Станислава Грофа мы увидим фигуры Шантидевы, извините, мы увидим фигуры величайших мастеров Адвайта Веданте и индуизма. Гроф в личной беседе признавался мне, что он чувствует наибольшую связь с индуизмом как мировой религией и с представлениями о Лиле как космической игре. Ну, я неоднократно публиковал статьи, где анализировал творчество Кена Вилбора и в том числе анализировал связь Тетралемы Нагарджины и идей Кена Вилбора. На меня самого Кена Вилбора оказал колоссальное влияние точно так же, как колоссальное влияние оказал Арни Меминдел и Станислав Гроф. Благодаря им я, во-первых, избежал крайности, односторонности, не стал не чистым интегральщиком, не стал процессуальщиком, не стал последователем классической транспарсональной психологии, потому что я встретился со всеми достаточно равным, и они были для меня одинаково важными, одинаково великими наставниками, учителями. И хотя Гроф на ножах стражался с Вилбором, они отчаянно дискутировали, спорили, тем не менее, в моем мире они представляли важнейшие аспекты. и они помогли мне построить мой подход, мой эволюционный навигатор по реальности, в котором и достижения Кена Вилбера, и достижения Грофа, и достижения Минделла, а также многие другие достижения, Роджера Волша, Майкла Мёрфи, русской философии, Мираба Мордашвили, Мишеля Фуко, традиции Зокчен, мирового искусства играет также сходную и важнейшую роль. На этом я закончу свои воспоминания о встречах с Кеном Вилбером. Всего вам доброго до следующих новых встреч, в которых я поделюсь своими дальнейшими встречами и влияниями, которые я испытал с другими замечательными людьми. Всего вам доброго!